Красноярец удерживал свою возлюбленную в гараже. Причиной такого поступка стала обычная ссора. Спустя три часа заточения девушку вызвалили полицейские. Суд признал молодого человека виновным. Теперь следующие три года он может провести в колонии строгого режима. О других событиях далее в двух словах. Завтра часть микро-района Зеленая Роща останется без холодной воды. Причина – монтаж нового оборудования на трубопроводе. Воды не будет с 9.30 до 18.00 в домах на улицах Комарова, Тельмана, Сергея Лозо и проспекте Ульяновский. Коммунальщики советуют жителям перед уходом проверять краны, чтобы не затопить соседей. Завтра депутаты рассмотрят проект внедрения пересадочной карты в Красноярске. Планируется, что она будет действовать на всех видах транспорта уже к концу года. Впервые подобный эксперимент предложил Адхам Акбулатов прошлым летом. С помощью такой карты пассажир может в течение 90 минут пересесть на другой маршрут и при этом заплатит за дальнейший проезд по снежному тарифу. Пока к дешевым пересадкам готовятся автобусы, троллейбусы и трамваи. В дальнейшем в проект войдет и городская электричка. Бывший главный бухгалтер городской полиции Надежда Николаева отказалась от амнистии. Женщина не признает своей вины. Напомню, она вместе с подчиненными подозревается в краже 130 миллионов рублей из зарплат сотрудников ведомства. Под амнистию Николаева попадает, поскольку имеет малолетнего ребенка.